Возвращаем на сцену Ирину Бринькову, координатора проекта «Умный город» Минстрой РР, который расскажет об одном из основных треков нашего хоккатона. Здравствуйте! После такого динамичного, энергичного выступления Алексея, мне очень приятно продолжить. У нас будет тоже презентация. Работает? Это не она? В трех словах для начала расскажу о том, что в нашей стране с прошлого года запущен проект «Умный город». Этот проект реализуется на стыке двух национальных проектов. Это формирование комфортной городской среды, которая находится в рамках проекта «Живье и городская среда», и проекта «Цифровая экономика». Действительно, как сказал уже Алексей, в нашей стране очень много не только молодых энергичных разработчиков, но и представителей органов власти, которые также понимают, что уже достаточно стоять на месте, и пора двигаться дальше, для того, чтобы талантливые и молодые ребята, которые уезжали из нашей страны, оставались в ней и создавали свои продукты, в общем-то, на ее благо. А скажите мне, куда лучше направить? А, вы это сделали. Прекрасно. Мы работаем все равно. Спасибо. И, в общем-то, из этого вытекает тот постулат, что «Умный город» — проект, он создан именно для того, чтобы в наших городах жить было удобно, легко и понятно. Для того, чтобы все вот эти опасения, которые появляются у людей разного возраста, они, в общем-то, исчезали, и мы могли им предоставить те технологии и решения, которые панимилировали эту ситуацию. Переключаемся. И вот, как вы видите, есть у нас пять ключевых принципов. Это безопасная и комфортная среда, ориентация на человека, технологичность, экономичность и, конечно, повышение качества городскими ресурсами. И мы, в общем-то, как и весь мир, делаем во многом ставку на умные решения. И для того, чтобы как-то упорядочить, что же такое «Умный город» совместно с коллегами из различных компаний отраслевых, как раз говорили и решили, что же такое «Умный город», что в него входит. И разработали некий стандарт «Умных городов». Он у нас есть на следующем слайде. И в стандарте «Умного города» есть огромное количество решений, и он разделен на несколько блоков. Как раз-таки городское управление, «Умная ЖКХ», вот то решение, точнее, тот, как Кейс, в котором мы будем презентовать и в котором нам хотелось получить еще много крутых решений, он будет у нас лежать в параллеле вот этих двух проектов. Но, тем не менее, будем рады и счастливы в вашей активности и во всем остальным. То есть это инновации для городской среды, умный транспорт, интеллектуальная система общественной безопасности, экологическая безопасность, инфраструктура, связь, туризм и сервис. Прежде чем мы подробно поговорим о каждом из этих решений, хочу сказать, что в каждом регионе сейчас формируются конкретные команды, проекты, которые отвечают за это направление. Кроме того, в каждом городе тоже есть люди, которые реализуют эту тему. И что важно, что проектурный город, он обязателен, скажем так, по-чиновниче, для всех городов с населением свыше 100 тысяч человек, плюс там порядка 10 городов собственной, по собственной инициативе проявили желание более мелких участвовать, а также это города столицы субъектов, таких как Магадан, Биробежан, у них чуть-чуть не хватает до 100 тысяч, но так как, конечно, это субъектно, конечно, нужно двигаться вперед. И кроме того, есть города-пилоты, которых сейчас порядка 60, это те города, которые видят потенциал этого проекта, ну вот прям не так, что их приходится заставлять, и они по собственной инициативе готовы бежать вперед, внедрять больше, чем есть в стандарте, искать партнеров, они готовы на какие-то нестандартные решения. Я думаю, что одним из вариантов взаимодействия в рамках этого катона, опять-таки давайте с вами вместе обсудим, как это было удобно сделать, вероятно, будет интересно поработать именно с этими людьми из муниципалитета, кто потом будет впоследствии на земле это докручивать и внедрять. Мы со своей стороны поспособлены, конечно, с удовольствием и постараемся их также привлечь. Я думаю, им со своей стороны тоже будет крайне интересно, поскольку у нас, как вы знаете, спасибо большое, чиновники, они не айтишники, и даже не все проектные, в общем-таки, ребята. Им иногда тяжело, на самом деле, раскачаться, посмотреть вот чуть-чуть за грани привычного. И иногда, когда мы проводим с ними проектные такие сессии, стратсессии, мы играем в игру и всегда говорим «да». Для того, чтобы не отрицать что-то и не считать, что там что-то или иное решение невозможно, стараемся примерять все на реальность и подумать, что действительно вот мы можем это сделать. И прежде чем я приведу дальше, в более подробном рассказе, все-таки презентую то решение, которое мы будем с вами разрабатывать, оно будет в области интеграции информационных потоков от этих устройств и различных G-систем. Это, безусловно, очень важно, поскольку в городе сейчас существует огромное количество различных систем, не связанных между собой, и, конечно же, стараться нагромождать что-то еще, это совершенно неразумно. Нам важно объединить, по сути, все в единую сеть. Вот уже коллеги подсказали и помогли создать цифровое двойное городе и интеллектуальный центр городского управления. И, конечно, один из самых важных таких моментов в этом году, это цель номер один, это создание во всех городах цифровой платформы увеличения граждан в вопросе городского развития. На примере того, что есть в Московской области, как Доброделы, в Москве наш город, в Перми есть такие же решения. То есть действительно очень важно сейчас, чтобы каждый гражданин, каждый россиянин, чтобы он не выпадал из повестки и имел действительно возможность на нее влиять и видел, что происходит. И вот такое, например, решение, как цифровой двойник города, он направлен на то, чтобы не сильно-то все было замкнуто на одном человеке. Для того, чтобы система работала и для того, чтобы на нее было минимальное воздействие решений. Когда кто-то приходит и уходит, чтобы город жил и не приходилось доставать какие-то там сканы непонятные, откуда-то все искать. И, в общем-то, это решение, оно на самом деле выбрано не случайно. У нас есть, в общем-то, есть у всех свой чатик с регионами, где у нас по проекту «Мой гор» практически 600 человек участников. И мы с коллегами вместе определяли, какой же проект выбрать. Еще у нас было повышение прозрачности инвестиционных и концессионных соглашений для финансирования проекта в ЖБХ и цифровизация земельного кадастра. Вот как раз цифровизация земельного кадастра, она была на втором месте. Интеграция тех решений, которые уже существуют, она оказалась прям безусловным лидером. Ну и давайте немножко пробежимся о том, что еще у нас там может быть. Вот, еще немного подробнее про активного гражданина. Про умное ЖБХ, я думаю, вы все видите здесь, да, и все презентации были доступны, да, Алексей, на каком-нибудь суперресурсе. Вот, это опять-таки про то, что можно копать лопаты, можно копать экскаваторами. И за то, чтобы внедрялись современные прогрессивные решения. И еще, например, инновации для городской среды, можно уже сейчас говорить о финансировании проекта. Конечно, финансирование проекта – это очень важная составляющая. Наш проект не обладает и гигантским бюджетом, но зато обладает гигантским потенциалом для трансформации вообще нашей страны. Я думаю, это очень присущая ситуация ко многим процессам с такой идеологической направленностью. И вот сейчас, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно уже часть средств тратить именно из федерального бюджета на умные решения, это на системы, связанные с умным освещением, на систему видеонаблюдения и как раз на решения с увлечением горожан. Увлечение горожан – это вообще такая главная задача, которую поставил и президент. То есть необходимо повысить на 30% количество тех людей, которые сейчас так или иначе участвуют в этом. Ну и, в общем, мы все будем стремиться это делать. Опять-таки, умный городской транспорт, который тоже есть, как один из кейсов, где мы не принимали все нашего хакатона, о котором коллеги расскажут подробнее, что же может быть такое. И что для нас, как для министерства, такого и теломического предводителя этого проекта важно, чтобы каждое решение, которое мы с вами разрабатываем, мы внедряем, чтобы оно не носило вот такой оторванный какой-то эпизодический характер, а необходимо, чтобы отглазить, видно, систему. То есть если мы говорим о грунтом транспорте, это недостаточно прописать трек для одного автобуса и поставить туда две камеры, чтобы увидеть, как это движется, необходимо понимать вообще, как это загрузка, куда логичнее распространить какие-то дополнительные маршруты, сколько людей входит и выходит. В общем, это все должно работать именно как такая целостная система. То, что мы касаемо системы интеллектуальной безопасности и экологической безопасности, которая волнует людей во всем мире. И, не знаю, наверное, к несчастью, наши с вами сограждане, и, в общем-то, мы с вами в меньшей степени задумываемся об экологической составляющей, опять-таки, в силу особенностей нашей страны. Она у нас большая, много воды, много леса, вот, и воздуха. Поэтому, в общем, ну, задумываться нам действительно сейчас, и очень многие решения, они могут быть пересечены, в том числе, там, и датчики контроля воздуха и так далее. Вот, и еще два нашего блока как раз в рамках проекта. Да, и я знаю, что среди участников Хакатоны и сегодняшней нашей встречи есть большое количество разработчиков, коллеги. Мы подготовили в клубах решений некую библиотеку для городов и регионов, где собраны уже апробированные решения, что очень важно. То есть решения, которые где-то применены, это абсолютно бесплатная история. Вы можете туда подать свою заявку, модератор ее на отсмотр, оценит, и будет размещен в этой базе данных, по сути, умных решений. Регионы, города им пользуются. Можете быть абсолютно в этом уверены. И где-то тут у нас есть тоже, видите, QR-код. Пожалуйста, переходите, используйте. И я всем желаю удачного Хакатона, невероятных идей и, конечно, их реализации. Со своей стороны окажем максимальную поддержку. В общем-то, в добрый путь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ